Чудом без жертв. Зачем краевые следователи проверяют работу автобусных маршрутов в Барнауле? Раньше срока. Как попасть в программу капремонта, если средств на счете недостаточно? Преемственность поколений. Чему будут обучать волонтеры снежного десанта сельских ребятишек? Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Реакция водителя на произошедшее еще больше возмутила мать. По ее словам, мужчина просто ответил, что ему ничего не видно. Еще одно ЧП произошло в конце декабря прошлого года. Водитель, следующий по маршруту номер 35 в городе Барнауле, зажал дверями женщину, проехав несколько метров. В результате произошедшего потерпевшей были причинены телесные повреждения и потребовалась госпитализация. Следователи начали доследственную проверку. Они должны установить обстоятельства происшествий и оценить работу транспортных компаний. В 2019 году более 250 многоквартирных домов в Алтайском крае ждет обновление по программе капитального ремонта. Пока процесс идет даже с опережением графика. Три жилых здания уже сданы и еще несколько на завершающей стадии. Есть и такие дома, которые попали в программу на несколько лет раньше срока. Каким образом и за чей счет, расскажет Илья Кочетков. Крыша протекает, фасад обваливается. В таком состоянии этот дом на Антона Петрова был последние 15 лет. В прошлом году его жители узнали, что капитального ремонта предстоит ждать еще лет 5-6. Обратились в управляющую компанию с требованием «Ускорьте процесс». Та, в свою очередь, подала заявку регоператору. От него получили ответ. Средств на счету дома недостаточно. Как вариант, можете поднять оплату за капремонт. По данному тарифу, какой у них был, например, 4,97, посчитали. Сказали, у вас наберется только 7 миллионов. А надо 9, пределка, посчитали. Вот этих двух миллионов не хватало. И чтобы нас включили в программу, пришлось на эти именно 2 миллиона нам поднимать тариф. В итоге он вырос для жителей дома почти в два раза. До 8 рублей за квадратный метр. Татьяна Анохина говорит, жителей пришлось, конечно, поубеждать. В итоге «за» проголосовали все. Как итог, стены больше не осыпаются. И у дома впервые за всю его историю появилась новая кровля. Впрочем, мнения самих жителей дома касательно результатов ремонта разнятся. Кирпичи падали, крыша была плохая. Все жалуются, но некоторые недовольные. А я довольная. А почему недовольны другие? Да не знаю. А вот она. Вот с меня высчитывают каждый месяц 200 рублей. И не возвращают. Так теперь же не будет течь крыши. А теперь уже всё. Крыша теперь зато течь не будет. А она и не текла. Кое-где там что-то было. Ремонт дома по Антону Петрову обещают закончить в ближайшие две недели. Всего в течение года в крае должны привести в порядок почти 300 домов, большая часть которых находится в Барнауле. В 40 из них, кстати, средства жителей пойдут на новые лифты. Всего же программа по капремонту продлится до 2043 года. За это время в регионе должны откапиталить больше 8 тысяч многоквартирных домов. Илья Кочетков, Николай Шилко. Наши новости. Навыком первой помощи обучатся бойцы снежного десанта перед следующей выездной акцией. Проводят мастер-классы сотрудники краевого центра медицинской профилактики и наркодиспансера. Кроме того, студенты-волонтеры прослушают лекции о здоровом образе жизни. В том числе этими знаниями добровольцы отряда будут делиться с детьми из краевых сел. Мы пытаемся им рассказать больше в игровой форме, потому что там маленькие дети. А чтобы серьезно, то мы уже классом 8-9 рассказываем. А с 5 по 8 там в игровой форме все происходит. Такие встречи с волонтерами медики проводят третий год. И уже сейчас могут подвести положительные итоги. Например, за 5 лет число курящих в крае снизилось на 15%. Мы видим повышение интереса именно группы молодых людей от 10 до 30 лет к вопросам здорового образа жизни. Мы видим снижение распространенности вредных привычек. И таким образом здоровая молодежь в дальнейшем нам даст приобщество здоровые семьи. Движение транспорта на площади Сахарова в Барнауле возобновили сегодня. Сегодня, напомним, участок улицы от Димитрова до Мерзликина был перекрыт с 1 декабря прошлого года. Новогодний городок строители разбирали на протяжении трех дней. Демонтаж практически полностью завершен. Сохранили лишь несколько ледяных фигур, которые не мешают проезду. Автомобилисты в социальных сетях говорят, что после открытия площади Сахарова пробок на основных центральных улицах будет меньше. Многие надеются, что мэрия Барнаула, будучи зимой, примет решение о размещении главной новогодней елки на пешеходной улице Малотобольской. Барнаульский Арбат, по мнению горожан, лучшее место для длительных массовых гуляний. И о погоде спонсор прогноз погоды компании Валар. А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин Форте Эвалар. Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин Форте Эвалар. Почувствуйте разницу. В крае довольно тепло. Ветер переменных направлений. В большинстве территорий ожидается снег. Днем всего минус 4 прогнозируют Белокурихи. 10 градусов ниже 0 в Олейске и Заринске. До минус 17 в Славгороде. В Барнауле днем до минус 9 и слабый северо-западный ветер. Я напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. А у меня на этом все новости. До встречи. Продолжение следует...